Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области участников СВО освободят от транспортного налога. Соответствующий закон приняли депутаты ОЗС. Платить налог за 2021 год не надо будет добровольцем, мобилизованным гражданам и тем, кто заключил контракт о прохождении военной службы не раньше 24 февраля. Налоговая льгота распространяется на все транспортные средства, которые зарегистрированы на участников СВО. Напомню, с законодательной инициативой в парламент вышел губернатор Александр Соколов. Документы депутаты поддержали единогласно. «Экономика». Магазинов федеральных сетей в Кировской области в шесть раз больше, чем местных. При этом сотрудников, которые там трудоустроены, больше только в два раза. Об этом рассказала замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Лариса Агалакова. Больше всего в нашем регионе торговых объектов у «Магнита». На втором месте «Пятерочка». Затем идут «Бристоли», «Красные» и «Белые». Региональные торговые сети представлены шестью компаниями. У Дороничей 56 магазинов, у системы «Глобус» 37. Также в числе местных сетей гастроном «Кировский», «Вятский», «Рассветы», «Самобранка» и «Вятушка». У каждой из этих компаний менее 20 магазинов. Что касается объемов розничной торговли, то в непродовольственном секторе за 9 месяцев этого года произошел спад почти на 5%, с учетом инфляции на 12%. Продуктов питания кировчане наоборот покупали больше, чем в аналогичный период прошлого года – на 1,5%. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Ваш бизнес работает не на вас? Такое бывает, если нет системного контроля. Как убедиться, что ваши ресурсы не тратятся в интересах третьих лиц? Начать вести учет материалов. Руководитель компании «Бухгалтер» и я Татьяна Максимчук не сомневается в добросовестности ваших сотрудников, но напоминает. Наша задача как руководители, если к нам вдруг придет нехороший человек, чтобы он даже не смог воспользоваться нашими ресурсами. Когда у вас есть учет, вы четко знаете точные остатки. Если у вас есть воровство, вы можете его выявить и наказать ответственных лиц. Дальше. Контроль оказания услуги мимо кассы. Тоже воровство, только в опосредованном виде. Вместе с защитой от злоупотреблений учет даст материал и для управленческих решений. Об этом в следующем выпуске. А о том, как снизить риски для бизнеса или не бояться контактов с налоговой, знают в компании «Бухгалтеры.Я». Все виды бухгалтерских услуг для ООО и ИП. Запись на консультацию по телефону 213-112. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин